всем привет друзья мои мира вам и здоровья сегодня я вам расскажу как я на зиму мариную арбузы проверенный рецепт можете не сомневаться соблюдая пропорции которые я укажу у вас получится замечательные арбузы на зиму вот сделайте хотя бы одну банку трехлитровую можете в полторушку я сейчас все расскажу зимой откроете и обязательно под этими арбузами мне напишите что это космос сейчас небольшая реклама на канале я на днях консервировала вот такие огурчики смонтируем петрович помогает старается и принесем вам на канал это все что касается быстрой консервации вот огурцы помидоры томаты это вообще все проще простого вот такую заправку типа аджики я приготовила здесь много острого перца помидоры и эти болгарский перец обязательно красный вот этот салат немножко по заморочению видите здесь крупными кусками баклажан вот они баклажаны болгарский перец и все это в томатной такой заливки очень вкусные но здесь надо обжаривать долго немножко сложнее рецепт но на небольшую порцию все возможно так что это ждите а сейчас будут арбузы как порежете арбуз так и будет нет особых указаний как разрезать арбуз вот режьте так как вам удобно я вот так разрежу сейчас и понимая что они должны поместиться в горлышко банки я их разрежу еще одна на две части а это пока уберем смотрите какой арбуз замечательный дальше что я делаю я буду резать вот такими уголками вот посмотрите сантиметр немножечко больше и обязательно вот эту я отрезаю вот так беру и очень легко срезаю оставляю только вот такую белую часть чтобы удобнее было доставать и чтобы совсем арбуз не развалился этом году какой-то год ненормальный и арбузы у нас в это время они уже по 5 рублей были все время а в этом году 20 ну что за такое лето какое-то неправильно вот весна была неправильно и лето все равно немножечко всего мы должны законсервировать такой прям перезрелый перезрелый я единственное что если мне попадется зеленый арбуз я его никогда консервировать не буду я его выброшу и все потому что зеленый арбуз он зеленый арбуз а нам здесь не недозрелась зачем нужна вот если жалко выбросить просто выбросите и все не жалейте потому что вы закрутите незрелый арбуз и вкуса в нем не будет и не исправить его этот вкус никаким сахаром некоторые говорят о там купил он плохой или там перезрелый или не воспелый нет никогда выбросила и забыла и пойду выберу хороший и никогда с арбузных корок цукаты не делаю не знаю корка и корка выбросил и не и не вспомнил вот чего не закручивал это никогда дыни где-то видела лица попался в ленте как дыню консервируют даже не представляю что это вот и этот вот порежем сейчас буду банки накладывать и поставлю греть воду друзья мои вот когда я консервирую арбузы на дно банок ничего я не кладу никаких чесноков укропа вот арбуз он должен быть арбузом если вы хотите прям вот какую-то красоту создать но сверните бросьте туда петрушку и все вот прям две веточки сюда но вообще-то сюда не надо ничего сам арбуз он не требует никаких трав здесь что нам понадобится для приготовления арбузов конечно арбуз соль сахар лимонная кислота банки хорошо промыли моющим промыли с содой сполоснули не стерилизуем крышечки обязательно прокипятим хотя бы пять минут все поехали еще обычно очень сильно аку арбузы дают усадку вот мы сейчас их набьем сверху а когда водой зальем один раз они очень сильно присядут поэтому я обычно набиваю три баллона и если уж очень сильно они садятся я тогда вот этот третий раскладываю на два поехали произвольно чтобы не разбивались а баночку на бок и опускаете арбуза не хватило а поэтому этот арбуз сейчас эту половинку порежем я думаю что у меня было два арбуза килограмм по пять их очень много в банку уходит но у меня один был арбуз целый а один половинка мы его слопали поэтому а так как я не хочу его оставлять на ночь в холодильнике просто решила его закрыть так сейчас еще скорее всего мы так и сделаем у нас две банки потому что будет а может быть и будет а вкусный просто мед конечно будет и вкусно и будет маринованный потому что он сам по себе очень сладкий мы сейчас сюда еще сахара соли лимонки просто вкуснее они получаются такие хрустящие с лимонной кислотой вкусные вот думаю сейчас мы набьем банки сейчас по отрезаем на толкаем еще все таки оставим три и будут неполные потому что я их так наталкиваю что я вряд ли потом одну банку распределяю пусть лучше будут неполные но 3 так сюда и сюда видите у меня опять ночная съемка ничего не успеваем просто не успеваха все заливать будем крутым кипятком накрывать крышкой оставим на полчаса банки до полного остывания а затем эту воду выльем второй раз мы ее использовать не будем наберем чистую воду и поставим нагревать уже второй раз мы будем заливать со специями полчаса прошло вода остыла в банках сейчас на эту воду выльем а следующая у меня уже греется воду слили иногда я перекладываю беру из одного баллона сюда добавляю сюда утрамбовываю но сегодня не буду пусть будет сколько будет и 3 баночки то мы дальше делаем на каждую трехлитровую банку будем добавлять 4 столовые ложки сахара раз два три четыре на каждый баллон столовую ложку соли на каждый трехлитровый баллон чайную ложку лимонной кислоты и вот так берем и сейчас будем заливать крутым кипятком крутым кипятком я обычно один раз заливаю водой а затем уже крутым кипятком высыпав туда соль сахар и лимонку некоторые заливают два раза не знаю если два раза кипятком залить что будет с арбузами пока вроде бы удавалось если вы хотите в маленькие банки в какие-то другие сложить очень легко рассчитать вот так в 3 литровую банку надо наложить и потом вылить посмотреть сколько маринада поместится закрываем крышечками пусть постоит хотя бы две минуты видите как выходит воздух пусть немножечко постоят пусть выйдет воздух сейчас закрутим а затем перевернем аккуратно поддерживая за дно на крышку накроем теплым одеялом пледом что у вас есть и оставим на двое суток до полного остывания затем будем хранить при комнатной температуре в шкафу знаете что консервированные огурцы помидоры арбузы пробовать можно открывать не ранее чем через два месяца потому что они должны промариноваться если вы это откроете через неделю то у вас получится очень невкусная еда поэтому консервации называется на зиму откроем зимой а зима не загорали сентябрь октябрь страшно представить что ли это закончилось потому что контрольный выстрел не сделали очень легко закручивать иди сюда красавица вот если вы не закрутите то я зимой открою и покажу вам как это вкусно чтоб вы пожалели почему я не закрутила или не закрутил когда были арбузы пожалеете потом так что купите и закройте хотя бы одну баночку зимой мне в комментариях напишите спасибо ольга такой вкусный рецепт дала и конечно же не забывайте подписываться на наш с петровичем канал пока пока вот посмотрите как поднялись ничего в этом нет страшного их все равно здесь достаточно много и во всех баллонах вот видите пустота ничего страшного здесь все равно мы знаем что очень много арбузов вам хватит всех угостить зимой готовьте